Всем привет! Это самые интересные новости за неделю в сфере IT от Mobiver. В этом выпуске обновленный Mi Notebook IR от Xiaomi и первые слухи о Mi 6X. iPhone X не подешевеет, но кому-то повезет. Apple меняет iPhone 6 Plus на 6S Plus. А также Nokia готовит смартфон с 5-модульной камерой. И скоро Vivo X20 Plus, первый смартфон со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Будущие новинки от Samsung Galaxy J8 2018. Начнем! Начнем с Xiaomi. Так, на днях компания анонсировала в Китае новую версию своего 13-дюймового ноутбука Mi Notebook IR с новым процессором InterCore i5 и i7 8-го поколения. Итак, обновленный ноутбук получит металлический корпус темно-серого цвета. Толщина новинки будет всего 14,8 мм, а вес 1,3 кг. Клавиатура новинки будет с подсветкой, а в тачпад будет встроен сканер отпечатков пальцев. Mi Notebook IR получит следующее интересное подключение. Один USB Type-C, два полноразмерных USB 3.0, HDMI и 3.5 мм разъем для подключения наушников. Также новинка может похвастаться модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 и HD камерой для видеозвонков. Также ноутбук получит динамики от AQG, а за автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 40 Вт-часов. С поддержкой быстрой зарядки. За полчаса Mi Notebook IR должен зарядиться на 50%, при этом используется порт USB Type-C. Экран у новинки точно такой же, как у предшественника. 13,3 дюймовый Full HD IPS экран с максимальной яркостью в 300 кандел на квадратный метр. По железу будет доступна на выбор 4-ядерный i5-8250U или i7-8550U. Оперативной памяти будет 8 ГБ DDR4 и накопитель PCI-Express SD на 256 ГБ. Также будет дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти GDDR5. А для охлаждения ноутбука будет разработана новая система охлаждения с двумя вентиляторами и тепловой трубкой. Работать новинка будет на операционной системе Windows 10 Home с предустановленным офисным пакетом Office Home & Student 2016 для китайского рынка. Как будет поставляться ноутбук за пределами Китая неизвестно. В Китае новинка в минимальной конфигурации поступит в продажу 24 января с ценником 845 долларов. При этом предыдущая модель в топовой конфигурации подешевеет до 780. Не знаю как вас, а меня новинка заинтересовала. Так что ждем старта продаж. А продолжим мы также с Xiaomi. Так в сети появились слухи и первые характеристики готовящегося смартфона Mi 6X. Судя по фотографиям смартфон получит большой экран с минимальными рамками. Это будет или 5,7 дюймовый или 5,9 дюймовый Full HD плюс экран с отношением сторон 18 на 9. Также Mi 6X должен получить вертикальную двойную камеру. Привет iPhone X! Светодиодная вспышка будет между модулями камеры. На нижнем торце будет находиться порт USB Type-C, микрофон, динамик и разъем для наушников. Сверху инфракрасный порт для управления бытовой техникой и второй микрофон для шумоподавления. Сканер отпечатков пальцев разместится также на задней стороне. Клавиши управления справа, лоток слева. Показать новинку должны ближе к середине 2018 года, а о цене пока говорить рано. Вышедший осенью 2017 года iPhone X наделал много шума, но массовых продаж не сделал. В первую очередь связано это конечно с ценником устройства. Можно говорить, что новинка не оправдала надежд Apple. И скорее всего в этом году смартфон снимут с производства. Хотя все привыкли, что осенью обновляя модельный ряд, Apple скидывала цены на свои предыдущие модели. Также ходят слухи, что осенью будет представлено новых три модели. Две новинки от Apple получат OLED дисплей с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма. А еще одна модель будет бюджетной. 6,1 дюймовым LCD дисплеем и металлическим корпусом. Ну что ж, осенью узнаем. И еще одна новость от Apple. Компания начала бесплатно менять некоторые iPhone 6 Plus на 6S Plus. По программе гарантийной замены. По каким критериям компания решает заменить устройство пока неизвестно. Но такая щедрость продлится только до конца марта. Ходят слухи, что будут менять смартфоны, у которых проблемы с аккумулятором. Ведь Apple испытывает острую нехватку аккумуляторов для iPhone 6 Plus. О нехватке аккумуляторов стало известно во время скандала с замедлением старых iPhone. Так что кому-то повезет поменять старенький iPhone 6 Plus на новенький 6S Plus. Хотя недавно был случай его возгорания. Так что будьте бдительны. Перейдем к HMD Global, который эксплуатирует былую славу Nokia. Так в компании решили выпустить необычный смартфон, у которого будет аж 5-модульная камера с двойной вспышкой. Ходят слухи, что разработкой смартфона занимается исследовательское подразделение Foxconn. Что как бы и логично, если копнуть немного в HMD Global. Как эта камера будет работать и когда такой смартфон ждать неизвестно. А вдруг у китайцев выйдет что-то стоящее? Как вы считаете? Поделитесь своим мнением в комментариях. Мы уже рассказывали о готовящемся смартфоне от Vivo, со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Теперь же появился официальный тизер с приглашением на презентацию до 4 января. Vivo X20 Plus должен стать первым смартфоном со встроенным в экран дактилоскопическим датчиком. Экран у новинки будет с соотношением сторон 18 на 9 и диагональю 6,43 дюйма. И будет выполнен по OLED технологии. Новинка будет работать на мощном процессоре Snapdragon 660. У Vivo X20 Plus будет 4 гигабайта оперативной памяти и 128 постоянной. Также смартфон получит основную камеру на 12 мп и фронталку на 5. Батарея у новинки на 3800 мАч. Работает смартфон под управлением Android 7.1.2. Параметры у новинки будут достаточно интересные. Но вот ценник у Vivo X20 Plus оставляет желать лучшего. За смартфон будет просить 625 долларов США. И кто будет готов отдать такие деньги за него неизвестно. Линейка J у Samsung самая популярная. Поэтому все ждут нового смартфона Galaxy J. Так недавно в базе данных бенчмарка Geekbench и GFXBench появился смартфон Samsung с модельным номером SMJ720F. И многие считают, что это Samsung Galaxy J8 2018. Новинка должна получить 8-ядерный процессор Exynos 7885 с частотой в 1,6 ГГц и графикой Mali-G71. Помогает процессору 4 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта постоянной. J8 получит 5,5-дюймовый HD-экран. Основная камера новинки будет с разрешением 12 мп, а фронталка на 8. А работать новинка должна на 8-ом андроиде с оболочкой Samsung Experience. Дата анонса и цена пока неизвестна. Возможно, G8 покажут в феврале на выставке MWC 2018. Оценник будет неадекватным, что предсказуемо для Samsung. И это все самые интересные новости за эту неделю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте делать репосты данного видео в вашу социальную сеть. Всем удачи, бобра и хорошего настроения. Пока!